Всем привет, это Адамант. Хочу поблагодарить вас за ваши лайки, подписки, за вашу поддержку в целом. Это помогает делать то, что я делаю, стремиться к лучшему и радовать вас. Все мои видео были записаны на петличку с Алиэкспресс. Эта петличка сейчас на мне. Её ранее заказала моя супруга. Она также записывает видео для Ютуба. Кому интересно, может посмотреть. Ссылочка будет в описании. В общем, в процессе записи и обработки моих видео я понял, что петличка неплохо справляется именно с целями разговорных видео. То есть, именно для разговора она подходит. Но для вокала, для пения она подходит, прямо скажем, не очень. И я решил сделать апгрейд. В общем, я заказал несколько интересных приблуд из Германии. Посылка пришла сегодня. Мы с женой её забрали. И я хочу вам её показать. Немаленькая коробочка. Довольно тяжёленькая. Вот, можете заметить логотип на коробке. Это немецкий магазин Tommen. Это крупнейший магазин Европы. По продаже музыкального оборудования и музыкальных инструментов. Подготовил ножнички. Сейчас мы эту упаковку, коробку вскроем и посмотрим, что же нам пришло. Начнём, пожалуй, вот с этого. Это микрофонная стойка. Называется Fun Generation Mixed Tent. Собственно, и всё. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Пожалуйста, можете посмотреть. Вот такая вот стойка. Я потом соберу всё, что пришло в один, так скажем, набор, комплект. И вы уже увидите, как всё это будет выглядеть уже в действии. Вот так она. Она разборная. То есть, это тренога. Регулируется по высоте. Угол наклона также для микрофона. Ну, стойка на том она стоит 8.32 евро. Ну, примерно в рублях это 650-660 рублей. Поближе показываю. Прямо, скажем, на стойке я решил всё-таки сэкономить и, скажем, вложиться в другие, более важные моменты. Надеюсь, она меня всё-таки не разочарует. В целом, выглядит достаточно монолитно. Она довольно тяжёлая. Я надеюсь, что она будет хорошо справляться со своими задачами. Отложим её. Так. Что у нас дальше? А это кабель. XLR, XLR. Шестиметровый. Фирма. Вы можете увидеть. The SS Snake. Поближе показываю. Насколько я знаю, этот бренд, это, ну, скажем, бренд компании Toman. То есть, фактически, это они сами делают. Просто выпускают под другим названием. Вот. Насчёт качества не могу ничего сказать. В принципе, это мой первый набор в целом. Вот именно всего этого оборудования. Надеюсь, также неплохо себя покажет. Ну, так. Можете посмотреть. Также ссылочки все будут в описании. Всё сможете увидеть самостоятельно на сайте. Также знакомиться. Там всё подробно рассказано, показано. Это поп-фильтр, так называемый. Который позволяет во время записи избавиться от таких взрывных звуков, как P, B. Фирма The T-Bone. То есть, ну, фактически, это тоже Томановский бренд. Вот. Можете также обратить внимание. Здесь вот даже логотип похож на тот, что был у кабеля. Вот. Ну, он регулируется по углу, высоте и прочее. Я считаю, что для моих целей вполне будет достаточно. Также ссылка будет в описании. Так. Ну и перейдём уже к более важным вещам. Audio Interface. Это фирма Behringer. Euphoria UMC202HD. Немецкий производитель. Это модель с двумя микрофонными входами. Естественно, с предусилителями. Также сейчас покажем. Сам аудиоинтерфейс защищён с двух сторон пенопластом. Сбоку здесь кабель USB. Убираем. Металлический корпус. Сразу даже в руках чувствуется. Даже через плёнку. Сейчас вам поближе покажу. Отлично смотрится. Так вижу здесь на панели плёнка установлена. Можете посмотреть поближе, что он из себя представляет. Также сверху. Кому интересно. Снизу. И задние также выходы. Если вкратце рассказать. Здесь два микрофонных входа. Они же два входа джека. То есть это комбинированные входы с микрофонными предусилителями фирмы Midas. Или Midas. Здесь вот так же на корпусе написано. Можете видеть. Сколько я знаю, эта компания, она занимается изготовлением профессиональных микшерных пультов. То есть достаточно неплохо они делают в том числе микрофонные предусилители. По крутилкам. Что здесь уровни гейна по двум каналам. Тенюатор пад. Это сетап именно на лайн и инструмент. Инструментальный вход. Затем здесь отдельно именно ручка на выходной сигнал. Ну, то есть именно ручка по громкости. Кнопка Direct Monitor. То есть это для того, чтобы можно было мониторить себя через наушники. То есть подключать наушники можно. Вот, кстати, у меня здесь уже несколько лет назад куплены Shure SRH 440. Достаточно неплохие уши. Вот. Я их буду использовать в связке с этим аудиоинтерфейсом. Собственно, можно слышать себя напрямую. и отдельно крутилка для громкости наушников. Так, ну, я думаю, с этим закончим. А, ну вот еще единственное хотел сказать с оборотной стороны, что мы имеем здесь USB-вход, подача фантомного питания 48 вольт, это для микрофона, и два балансных выхода на мониторы. аудиоинтерфейс стоит 55.96 евро. Вот. Ну, примерно это в рублях это 4350, 4400 рублей. Примерно так. Ну и самое главное, что у нас есть на сегодня, это микрофон Behringer B2 Pro. Вы можете видеть достаточно крупная коробка и довольно тяжелая. Сейчас посмотрим, что внутри. А внутри у нас кейс, где как раз таки все это располагается. скотч. Здесь у нас также инструкция. На русском, правда, нет, но есть на английском. Ничего страшного. Так, ну вот, собственно, кейс можете поближе посмотреть. Весьма солидный, должен сказать. Во всяком случае, на мой взгляд, значок Behringer. На почте сказали чемодан. Давайте откроем, посмотрим, что же у нас здесь. Вот. Ну, собственно, что мы имеем. Ветрозащита. Для микрофона немножко помялась. Она, я думаю, со временем форму восстановит. Ну, опять же, от шипящих звуков и прочего. Шок-маунт комплектный. Такой довольно тяжеленький. Я, честно говоря, думал, он будет чуть полегче. солидный. Такой шок-маунт. Сразу с резьбой для стойки. Все как надо. Тоже ветрозащиту можете посмотреть. Довольно крупная. Последний, но не по значению, микрофон Behringer Behringer B2PRO. Сейчас я достану. Жигану для убираем. Такой нужен достаточно весомый. Весомый. В металлическом корпусе. Можете увидеть. Подключается он через разъем XLR. То есть это я думаю вы уже до этого могли понять, что это не USB микрофон, это XLR. Что я могу сказать по этому микрофону? конечно нужно пробовать, нужно тестировать. Что касается функционала здесь три различные диаграммы направленности. Это кардиоидная, наиболее распространенная насколько я знаю именно для исполнителей, для вокала, которая направлена вперед и немножко с боков она захватывает. А также по центру здесь идет восьмерка. Ну вот собственно кардиоида. Восьмерка посередине. Восьмерка это сзади и спереди он захватывает. Используется в случаях если допустим нужно снять например для смр интервью. То есть если один сидит два человека сидят друг напротив друга или для двух вокалистов которые поют одновременно. Либо также для записи гитары тоже подойдет. И все направленные диаграммы ну это для захвата именно сигнала со всех сторон равномерно. Ну это хорошо для записи хора. С другой стороны у нас блок для среза низких частот и аттенюатор на 10 децибел. То есть который позволяет записывать особо громкие звуки. Ну вот собственно такой микрофон. Тест звучания микрофона и аудиоинтерфейса именно всего комплекта в целом будет в следующем видео. Спасибо что посмотрели это видео. Я очень рад что получил эту посылку. Я ее долго ждал. Она шла примерно две недели даже чуть больше из Германии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите новые видео. Пока-пока.